А ну-ка, давай-ка, уйди отсюда. Россия для русских, Москва для москвичей, Африка для негров, помойка для хачей. Слава Тисакову! Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. За два дня после теракта в Крокус-Сити-Холл правозащитники получили более 2,5 тысяч жалоб от мигрантов в России. Об этом изданию медиазона «Центральная Азия» рассказала правозащитница Валентина Чупик. Позже, во время трансляции на своей странице в Фейсбуке, она добавила, что граждане стран Центральной Азии продолжают массово обращаться за помощью. Мигранты как социальная группа к этой истории отношений не имеют, но тем не менее это отражается в первую очередь на нас. У меня за сутки 1337 обращений по задержаниям. Это как бы первая реакция, первое, что отражается на нас. Это то, что вас начинают задерживать, кто ни попадя. Полиция, Росгвардию, ФСБ и так далее. По ее словам, половина обращений связана с незаконными задержаниями мигрантов. Останавливали полицейские, отводили в отделение для беседы с сотрудниками ФСБ. Чупик рассказала, что на пытки после задержания пожаловались 30 человек. Большинство обращений, по данным правозащитницы, поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Например, сегодня у меня ночью задержали целое общежитие, которые зарегистрированы в этом общежитии. Там 412 человек. Они зарегистрированы в этом общежитии и обвинили их в том, что у них нет в базе их миграционного учета. Хотя они живут по адресу своего миграционного учета, и там их задержали, там, где они живут. Если это, безусловно, абсолютно незаконно, никакого отношения к безопасности не имеет. Чупик отметила, что в первые часы после теракта в Крокусе ей поступало много звонков от кыргызстанцев. Силовики останавливали работников такси, среди которых много выходцев из Кыргызстана. Позже полиция и спецслужбы стали проверять хостелы, общежития, и правозащитницы начали звонить и граждане Таджикистана, и Узбекистана. Чупик также рассказала, что миграционная служба усилила проверки иностранцев. Ведомство аннулирует документы у тех приезжих, кто зарегистрирован по одному адресу вместе с десятками других мигрантов. Мигранты из стран Центральной Азии, прилетевшие в московский аэропорт Шереметьево, более суток сидят в заперти. Как рассказала затуху один из кыргызстанцев, причины задержания никто не озвучил, хотя документы у всех были в порядке. У них взяли отпечатки пальцев и заставили подписать бумаги, содержание которых неизвестно, а также несколько часов проверяли телефоны. Субтитры создавал DimaTorzok Посолам кыргызстанцев дополнительным проверкам подвергаются и транзитные пассажиры. Сколько придется ждать, неизвестно. Мигантам говорят, что они могут купить обратные билеты и улететь домой. Однако цены на авиабилеты за последние дни резко возросли. Точная информация о том, сколько граждан Кыргызстана и других стран Центральной Азии находятся в аэропорту, нет. Посольство Кыргызстана в России сообщило, что занимается данным вопросом. Так что давайте жить дружно. Постарайтесь узнать, кто это был. Телефонами сейчас со старшим вашим обменяемся. Кто не понял, товарищи, я думаю, ваши переведут. Мы не все приехали, чтобы не создавать напряженность. Маленькой делегации. Так что будем дружить, будем вместе жить. Нет, сами понимаете, нам отступать некуда. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Телефонами. Телефонами. Телефонами.